С наступающими С наступающими Украинскими войсками Вот с какими Сопли подтирай Чмо пьяное Идеваться нельзя Здорово Вы контент делаете Своему блогу Мы хотим Чтобы все смеялись От души чисто Чтобы кайфанули Чтобы кайфанули От вас хотите Ладно Давайте Давайте кайфану Давайте поюморите Немножко Я кайфану Я просто на русском Чуть-чуть знаю Я вообще почти По-русски Вообще не понимаю Говори медленнее Вы даже притворяетесь Но у вас получается хорошо А у меня нет У меня получается Все хорошо А у тебя вообще Ни хера не получается Да Вот поэтому Пошли вы Это кто я пошел Ты сам пошел С наступающими тебя Что Военные врачи С наступающими Какими Залывай У меня парни С наступающими Украинскими Войсками Блин Новосорка Вот с какими Сопли подтирай Блин Чмо Блин Пьяная Тихо Не ругайся Не ругайся Сопли не пускай Пускай сопли Тихо Тихо Не подгорай Чмошник Тихо Тихо Ну не ругайся Мата Ну что ж ты за чмо Такое Мое дело Тебя поздравит Понимаешь Я поздравляю С наступающими Всех вот таких Россиян Особенно таких Орков Как ты Тупоголовых Пошел Най Не хочет он Принимать Поздравления Хотя в начале Растрогался Видите Даже сопли Потекли Ну ладно Первый раз Я его прощаю Здравствуйте Здрасте Как Пошел Хорошо Вы из какого Города Я из Бийска А Бийска А вы Я из Калифорнии О чем Поговорим Вы знаете Где Бийск Находится Ну конечно Знаю Где Ну где Алтай Бийск Барнаул Это там Все недалеко То есть У вас стоит Ей локация Нет Я просто Знаю Где Бийск Находится А Понятно А вы откуда Переехали В Калифорнию Какого города Я родился В России У меня есть Родственники В Бийске До сих пор Ну хорошо Общаетесь Нет Давно уже Потеряли связи Честно говоря Ну такие Дальние Родственники Не ближние Поэтому Для вас Калифорния Это родина Или место Жительства Для меня Калифорния Ну не Калифорния А Соединенные Штаты Да Это и место Жительства И родина Да Понятно Давно живете Давно 25 лет Будет скоро Понятно Ну и как За 25 Есть отличия 25 лет Сейчас В Америке Ну да Ну есть Есть Да Какую сторону Вы знаете Нельзя сказать Что там В лучшую Или в худшую Это задача Нельзя сказать В чем-то стало Хуже В чем-то Стало Лучше Ну допустим По медицине Лучше По медицине Лучше Стало Если брать Широкий Круг Населения Потому что Раньше Не было Государственных Таких Мощных Программ Как сейчас У нас Например Сейчас Для калифорнийцев Если доход Составляет Меньше 50 тысяч Долларов В год Ну то есть Больше Четырех Тысяч Долларов В месяц Что вот Так вот Достаточно Чтобы жить Очень неплохо То бесплатная Вам Государство Покрывает Страховку Полностью То есть Любое Медицинское Обслуживание Покрывает Страховку Допустим Замена Шунтирования Сердца Шунтирование В первую очередь Естественно Единственное Что не покрывает Например Коронки Коронки Именно Декоративные Не наживательные Зубы Какие-нибудь Металлические А именно Декоративные Металлокерамику Там покрывает Например На 50% Половина Вы должны Доплачивать Понятно То есть Все что декоративное Вы должны Доплачивать Все что связано Со здоровьем Конечно покрывается На 100% А насчет Бомжей Больше Больше Стало Больше Стало Намного Больше Бомжей Ну понятно Все Ну Понятно Хорошо Что понятно Я мог бы С ним Побеседовать И почему Стало Больше Бомжей И где Ваши Российские Бомжи Которых Нету Которые Просто Умирают Ему Стало Все Понятно Он Не захотел Дальше Вести Беседу Мне тоже Понятно Кстати Я сейчас От России Я захожу На Россию То есть Я сейчас Захожу Как Россиянин На Россию Беседую С россиянами Ну Некоторым Говорю Что я Из Калифорнии Привет Привет What's up What's up Ты Ой Вы 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 Где-то Не в России So How come You Blurring Your Faces I cannot See you Distinctly What's wrong With you Камера Камера Умерла Наша Камера А Серьезно Я думал Вы сами Это сделали Нет Нет Сломалась У нас Камера Понятно Ноутбук Упал Из-за этого Экран Немножко Съехал И поэтому Камера Стала Нечеткой Потому что Она Ну Находится Не в фазах Где должна быть Сочувствую Вам Девчонки У вас Горе У нас Действительно Горе У вас Очень важный Вид Какая-то У вас Должность Вы На работе Нет Я дома Видишь У меня Солнышко Пробивается Замечательно Солнышко Это очень Хорошо Вы Где Живете В Калифорнии О То есть У вас Сейчас Вечер Нет У меня Ну Пять Вечера Хотя У нас Самое Жаркое Время Считается От шести До восьми Вечера Вы вообще Из России Ну Родом Да Где жили Что Где жили Откуда вы Родом Я жил Родом Я из Сибири Но жил В Питере А вы Где сейчас Находите В Краснодаре В Краснодаре Понятно У вас тоже У вас тоже Это самое Как это Называется По-русски Тоже Погодка Ну Для России Более не менее Да У нас довольно-таки Солнечное В сравнении С Петербургом Вообще У нас замечательно Ну да Согласен Согласен А когда Вы А когда Вы переехали Давно Давно 25 лет назад Почти Ого А почему Что Сподвигло Угадайте С трех раз Ну В принципе Как бы Сказать Взгляды Да Скорее всего Ну да Просто Видите Как Девчонки Вам не повезло Особенно Сейчас В это время Россия Катится Сейчас В пропасть В большую пропасть Ну да Если у вас Есть соображения То вы должны Искать сейчас Пути Как оттуда Уехать Это да Мы согласны Потому что Это вы знаете К сожалению На десятилетия Как минимум Это скорее всего На столетие Я бы сказала Я не исключаю Что и такого И такое Да Абсолютно Не исключаю Да Поэтому Вы знаете Причем Даже Даже Как бы Вот Ну если бы я был В России Я бы даже Не искал Куда уехать А я бы Просто уехал Неважно Куда Да Сначала проще Уехать А потом Уже решать Совершенно верно Находясь В цивилизованной Среде Там уже Можно Знаете Как Вариации Вариантов Много А где вы Получали Образование Я получил В Советском Союзе Одно И одно Здесь Какой у вас Разносторонний опыт И там И тут Ну да Это правда А какие Профессии Ну у меня Биология Химия И И финансы А чем Занимаете Сейчас В Калифорнии Я в финансовой Сфере Работаю А вы Вы студентки Или работаете Мы студентки Да На кого Учитесь Журналистика Мы журналистика Да Ну как Как вы видите Себя Журналистами В России Просто интересно Ну К сожалению У нас Очень Односторонняя Позиция В обучении Журналиста Это понятно Ну то есть Тут в принципе Знаете Ты учишься Но ты учишь Только Одну сторону Журналистики Это такой Патриотизм Приветствуется И все остальное То есть Тут Тебя ничему новому Не научат Но Как минимум Какие-то базовые навыки Можно получить Вот Ну видите Как Я считаю Что на сегодняшний день Журналистики Как таковой Не существует В России Вообще Поэтому Ну я имею ввиду Свободной Журналистики Да Если Ну свободной Да Конечно Если мы говорим Функционально Да То Да Там Грамотный журналист Задаст на интересующего Тему Грамотные вопросы И Получит те ответы Которые он хочет А если мы говорим В общем Да То вы же понимаете Получит Так всегда То есть Если ты хочешь Чему-то учиться Другому То ты Ты изучаешь информацию Сам А получить образование Это уже Знаете В нашей ситуации Это такая Принужденная вещь Вынужденная Вот Девчонки Учите язык лучше И сваливайте Оттуда Побыстрее Мой вам совет Ну сейчас На самом деле С этим Очень большая проблема Уехать Слушай Я не хотел тебя Огорчать Чем дальше Тем будет Эта проблема Возможно Больше И ты это Понимаешь Наверное Ну да Ну просто Не то чтобы Желание есть Но не позволяют Сейчас определенные Обстоятельства Это понятно Вы на каком курсе Учитесь Мы на первом Только Нет Не то что Учеба там Держит Не в этом Только дело Понятно что Держат финансы Для этого Надо иметь Материальную А что вас еще Держит Семья Меня как бы Держит У меня семья Как бы Очень Любит Свои края То есть Здесь Недвижимости Очень много И это Не хотят Все бросать Семья Какая Муж Дети Или Какая Семья Ну Своя Семья Да Нет Твоя Семья Это Муж 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 Военный Воюет В Украине Нет Он Здесь ФСБ Но Как бы Человек Невыездной Да Слушай Я тебе Сочувствую Прикольно Я устал Говорю О Здорово Здорово Короче Мы троллим Украинцев Сочувствую Кому Ну тебе Конечно Кому же Почему Ну потому Что по-моему Из тебя Тролль Как из Говнопуля Блин Все Да Убежал Тролль Тролль Украинцев Убежал Тролль Блина 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 Продолжение